МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Классический дарвиновский тихогенез вписывается в логику капиталистического общества, ноногенез вписывается в логику социалистического общества. Означает ли это, что обе теории относительные? Конечно же, нет. Просто чем прогрессивнее общество, тем более точно оно способно ответить на вопрос, что есть эволюция. А я лично не вижу, не примеряю противоречия между тихогенезом и ноногенезом. Но вернемся к макроэволюции. Проблемы определенные тут есть, и были попытки эти противоречия разрешить. К одной из таких попыток следует отнести теорию обнадеживающих уродцев Хопфу Монстас Гольшмита. Согласно этой теории, в основе макроэволюционных скачков лежало появление уродцев, мутантов вроде сиамских близнецов. В большинстве случаев такие организмы не имеют шанса выжить, но иногда уродцы оказываются носителями надежды. И так могла возникнуть непропорционально огромная уродливая складка кожи у динозавра, потомки которой впоследствии стали птицами. Конечно, есть некоторый когнитивный диссонанс в основе уродства, поле птиц совершенства, но тем не менее. Вот это все, что я говорю про птиц, это так называемая проблема нередуцируемой сложности. Аргумент креационизмов, креационистов, мол, орган имеет адаптивное значение только когда представляет собой сложность из всех компонентов. Один компонент убери, в недоразвитом состоянии орган теряет адаптивное значение. Некий Майкл Бихев в США устраивал судебный процесс, подавал на то, что преподает теорию эволюции в школу, аргументируя тем, что бактериальный жгутик, у некоторых бактерий есть жгутик, единственная известная биология систем осевого вращения. Любой компонент этой системы убери, и орган теряет адаптивное значение. Биологи ответили на этот аргумент. У некоторых бактерий есть система ТТСС, система нападения, которая как шприц позволяет впрыснуть химическое вещество в жертву. И компоненты механики этой системы могли бы развиться в систему осевого вращения бактериального жгутика. Другой известный пример. Говорят, что самые приспособленные существа на нашей планете эти бактерии. Они могут жить всюду. И зачем какая-то активная адаптация, когда пассивно подчинится факторам внешней среды? Это из той же оперы, что, дескать, теория эволюции противоречит второму закону термодинамики. Но с вторым законом термодинамики понятно. Это только в закрытых, изолированных системах энтропия всегда возрастает. А в открытых эта закономерность не обязательно соблюдается. А что касается бактерий, я отвечу так. Мне по работе приходится смотреть фитопланктон. В микроскопе я вижу разные формы водорослей. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные. И мне как-то становится понятно происхождение многоклеточности, что, вероятно, изначально просто клетки при делении не расходились в стороны. И однажды возникла мутация, в результате которой клетки оказались спаяны. Эта мутация оказалась прогрессивной, и обратного хода уже не было. Была такая точка невозврата, когда дальше адаптироваться организм был вынужден уже из состояния новой возникшей сложности. Вот такой, может быть, ответ на выше приведенный аргумент. При этом, как минимум, один путь макрореволюции в настоящее время известен. И это не Дариновский путь, это так называемый симбиогенез. Термин был впервые употреблен русским ученым Мережковским в 1905 году. В чем суть? Симбиогенез – это макрореволюционный скачок, в основе которого лежит симбиоз. Конкретная форма мутуализм – взаимовыгодное существование организмов, как бабочка и цветок. Бабочка опыляет цветок, цветок дает бабочке нектар. И таким образом, по всей видимости, произошли органоиды клеток, такие как хлоропласты, высших растений, отвечающие за фотосинтез, и митохондрии – энергетические станции клеток. В мышцах особенно много их. Предки хлоропластов, видимо, были цианобактерии, или сине-зеленые водоросли – это одно и то же. Предки митохондрии – бактерии. Тому есть веские доказательства. И митохондрии, и хлоропласты имеют двойную мембрану, причем внешняя мембрана сходна по строению с мембраной вакуоли, а внутренняя – с мембраной бактерий. У них есть, собственно, кольцевая ДНК, как у бактерий. Они самостоятельно размножаются, иногда независимо от деления клетки, никогда не синтезируется динова от каких-то частей материнской клетки. У них есть, собственно, аппарат синтеза белка рибосома. То есть, вот, как минимум, один из примеров, как могла осуществляться макроэволюция, нам известен. На этом обзор истории и соотношения теории революции органического мира я намерен завершить. И в заключение хочу сказать вот что. Эволюционизм однажды возник в биологии, вскоре стал глобальным, охватил все сферы, все науки. И с самого начала теория эволюции являлась таки полем, ареной, где происходило столкновение интересов различных классов. Конечно, Дарвин был сын своего времени. Он выводил свою теорию, наблюдая за окружающей его капиталистической реальностью. Но Дарвину и страшным сне присниться не могло, что его теория о будущем родит таких уродцев, как социал-дарвинизм, когда расисты, люди античеловеческих взглядов заявляют, цвет кожи человека – это же Дарвиновская адаптация. Теория социал-дарвинизма совершенно несостоятельна. Роль естественного отбора в обществе едина к минимуму. Люди, которые раньше не выживали, инвалиды, сейчас, благодаря развитию медицины, получают возможность жить. С другой стороны, растет напротив уровень мутагенеза, потому что появляются новые технологии, такие как ядерный реактор, и необходимо скорейшее развитие генной терапии. Остается открытым вопрос о допустимости преподавания недарвиновских концепций школьникам, потому что в массовом сознании Чарльз Дарвин по-прежнему символ эволюционного учения и всякие заявления о том, что Дарвин что-то сказал не точно, могут привести к превратному истолкновению. О, Дарвина, опровергли, человек нет, обезьяны произошел, человек произошел от свиньи. Сыграл на руку современным либералам Трофим Лысенко. До сих пор либералы льют крокодиловые слезы. Дескать, зачем репрессировали академика Вавилова? И за всей этой борьбой как-то теряется то самое важное в теории эволюции. Это и встреча с красавицами с других планет, о которых мечтал Иван Антонович Ефремов. Это и возможность человека, как творца, направить эволюцию таким путем, чтобы избавить биосферу от всякой боли. Это и загадки давно минувших веков, такие как Кембрийский взрыв, о которых мы будем говорить в других выпусках. Однажды мы обнаружим жизнь на других планетах, и мы увидим эволюцию совсем с другой стороны. Нам откроются новые измерения, как прямая одна планета, другая планета уже плоскость, третий объем. Когда-нибудь, я не произошу слова никогда, как он понимал Эдгар По, я верю в вечность существования человеческого рода, когда-нибудь мы будем точно знать, что такое эволюция. А пока эволюция это незаконченный проект. Я говорю, когда-нибудь на этом историю и соотношение теории эволюции органического мира рассматриваться. Я завершаю. А в следующем выпуске мы поговорим о происхождении жизни на планете Земля. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok